Итак, ребят, давайте сделаем по-быстрому эпоксидку. Делается это все очень просто. Сейчас я сначала нанесу вот сюда, затем, пока этот угол будет мариноваться, мы нанесем вот сюда. Покажу и это, и то, все тайминги, все объясню. Для этого, значит, нам понадобится два ведра эпоксидки, то есть у меня вот липокол и лид весы, соответственно. Можете дома взять, у жены отобрать. Шампунь с нормальным запахом, обязательно прозрачный. Ну, я использую прозрачный, можно не обязательно, наверное, но вдруг будет впитывать, следы оставятся. Две, смотрите, губки целлюлозные, блядь, целлюлозные. Здесь у нас просто брызгалка, здесь будет мыльный раствор. Какие-то тряпки. Купите себе упаковку перчаток, потому что те, что в комплекте, они быстро порвутся, и, то есть, голыми руками работать будет не по кайфу. Вот здесь 10 пар. И отчиститель, получается, следов. Я использую такую химию. Все, что я покажу, ребята, это все работает 100%. Кто-то делает по-другому, все это может отличаться. Есть много разных рабочих способов, но если вы будете делать, допустим, вот так, как делаю я, 100% все будет четко. Вот такой шпатилек я еще использую. Сейчас, чтобы это все нам покрыть здесь 8,5 метров, мне нужно 200 грамм затирки. Итак, включаем весы. Ставим на нее тару, сбрасываем до нуля. Нам нужно получается 182 грамма самой затирки. Смолы 18 грамм. Ребят, строго по весам делайте, это не пренебрегайте вот этими вот мелочами, на глаз, и, то есть, можете только испортить состав, потом, блин, он желтеет, меняет цвет, начинается вот это вот. Ничего, не додумывайте от себя, работайте как положено по инструкции. Все, вот 201, ничего страшного. Все, отлично, теперь, где у нас пазель наш, тщательнейшим образом все это дело перемешиваем. Все, вот такая вот у нас получается красота. Смотрим время, время у нас 2 часа, 10 минут третьего. Все, 10 минут пятого мы сюда подойдем. Ну и все, начинаем наносить. У нас здесь 8,5 метров, не помню, говорю или не говорил. Нанести затирку на 8,5 метров понадобится примерно, я думаю, минут 40. Потом берем парочку таких вот лезвий получается и ставим их на углы вот таким вот образом. И тянем, получается, по плитке. Снимаем излишки, затирки. И получаем, соответственно, вот такой вот результат нанесения. Надеюсь, нормально видно, да? Все, потом это будет все заглаживаться. Ну вот, получается, результат нанесения. Короче, лезвиями, когда тянете, сильно не давите. Просто свободно протягивайте лезвиями. У вас остается вот такой вот угол. Дальше уже будем его формировать. После того, как все сделали, необходимо сразу это все вынуть. Парни, что-то я забылился. Время у нас осталось мало. Давайте немножко ускоримся. Все так же, одеваем хирургические перчатки наши. Сейчас у нас идет другой цель затирки. Работаем по полу. По полу работать делается от начала до конца за один раз. На потом не оставляем. Ну, по крайней мере, я так делаю. У меня это работает и классно получается. Сами сейчас все увидите. Все, вот она, красавица наша. Все, ребята, аккуратненько наносим, берем наш патель, не стесняемся и загоняем в хвы, заталкиваем. Так, чтобы скотч у нас не оторвался, да, то есть сильно скотч не цепляйте и все будет хорошо. Вот такими вот движениями. Можно использовать специальные шпательки, конечно. Но расходку я покупаю сам. Ценник у меня на затирочку делал чуть повыше. Расходка с меня. Поэтому расходку я покупаю вот такую вот. Она как бы позволяет работу выполнять не хуже. Ну, то есть максимально близко это выглядит вот так. Раз, два, три. Подсобрал. И здесь пихал обратно. Подсобрал, запихал. Все это движение максимально аккуратное. Все, дальше, смотрите, берем наш шампунь и наливаем в воду. Прям не жалеем, наливаем. Лишним это точно не будет. Можно использовать жидкое мыло. Я беру вот такой шампунь. Такая бутылочка стоит 2000 тенге. То есть недешево размешиваем. Вот они наши швы. Кстати, за 300 грамм получилось использовать вот столько швов всего лишь. Потому что шов здесь идет 2 миллиметра, потому что теплый пол. То есть на теплых полах 2 миллиметра шов. И то есть мы заполняем полностью швы, правильно? Мы хрутуем. Наносим прямо на швы. Вот так вот. И на пальцы на всякий случай. И все, и формируем. Скотч наш долго не протянет. Стараемся, чтобы не выходить за пределом скотча. Все просто разглаживаем. Сейчас просто главное разгладить. Сделать их более-менее равномерными. Легкими движениями, пальцами, не давим никуда. Работаем аккуратненько, а именно спеша. Ну как бы и спеша и не спеша. Те, кто будут делать первый раз, в многом не разводите. Сначала попробуйте поработать. Не надо никуда спеша. Значит, теперь берем воду, теплую воду, жироудалитель. И одну губку наносим жироудалитель поверх прямо так вот. Сейчас нужно собрать максимум. Максимум нужно собрать. То есть, мы вот так и собираем. Так, теперь мы снимаем скотч. Ужасно картина выглядит на первый взгляд. Теперь дальше. Еще раз. Но уже все швы сразу поливаем жироудалителем. Поливаем еще везде, где у нас есть капли. То есть, полностью поливаем все. Затем берем нашу губку. И начинаем круговыми движениями. Вот так вот уже работать. То есть, сейчас мы, получается, уже оставляем затирку прямо в фаске. А все, что у нас до этого выходило там за пределы скотча, то есть, есть еще излишки, мы убираем. Сейчас у нас вот что получается. Видите, если ты есть, то зато уже сам шов, смотрите, как он сформирован. Четко. Все, значит, сейчас мы поменяли воду. И будем замывать это все. Берем тряпочку. Обязательно синюю. Шучу. Теперь уже ничем не поливаем, потому что мы здесь уже... Вода, кстати, теплая у меня. Ну, может, и даже горячая. И все, пошли вот так вот. Смотрите. Иома, видали? То есть, давайте приведем пример. Вот, скажем, да, у нас шов. Вот так раз-раз. Все это осталось на тряпке. И все. И никаких следов вообще, ребят. Видали? Блядь, магия она. В них огурца. Ну, вот эти вот следы, это, блядь, надо будет отмывать. Я не знаю, кто-то уже заебашил их. Все. Споласкиваем тряпочку. Смотрите, как тут участок выделяется. Вот давайте, скажем, вот у нас, да? Все. Это у нас дверщики скол сделали. Вот эту дверь ставили. Все, вот так вот у нас выглядит замытый участок плитки. Вот здесь, смотрите, что такое. Все. Теперь курим и переходим наверха. На вот эти вот. Сейчас сделаю вот эти вот верха. Допинаю вот это. И 100 тысяч тенге, то есть 20 тысяч рублей на заработанную эпоксидку. Разве плохо? Представьте просто, нежелание, не умение работать с эпоксидкой лишает вас вот таких вот денег, ребят. Ну, это же бред. Еще и решает заказчика хороших, красивых, качественных, грамотных таких вот швов. Так что делайте эпоксидку, не стесняйтесь. Я сейчас то закончу, еще покажу, как я буду ее делать. И все, и все у вас будет хорошо. Станете богаче. Мне потом скинете пятихатку. Короче, я уже на 15 минут опаздываю. Потому что вот эти вот, еще вот эту колонну нанес, затирку, да? Затирку нанес. Вот так, что нам нужно. Берем нашу мыльный раствор. И получается вот наша эпоксидочка. Прямо так вот обильно наносим. Наносим, не стесняемся. Все, вот так вот снизу. Аккуратненько пальчиком протягиваем. Сверху так же. Потом уже начинаем ровнять вот здесь вот. Задавать ей форму. То есть протягиваем туда-сюда вот так вот. Она как раз сейчас такая податливая. Все можно немножечко, если удобно. То есть можно, конечно, и побыстрее это все делать. Потому что мне очень сейчас неудобно. Положение такое. Так, вот так, смотрите, ребят. На раз проходимся. До самого конца. Потом будем снимать скотч. Смотреть, что получилось. Уже будем дорабатывать, ровнять. Пока оставляем. Оставляем. Вот у нас получается сформированный такой вот полукруг. Итак, все, прошелся до конца. Теперь снимаем наш скотч. Вот видите, что у нас получается. Немножечко замарались. Вот не проблема. Мы видим, что поверхность у нас такая, в принципе, нормальная. Теперь нужно зафиксировать результат. Значит, что мы делаем. Мы еще раз брызгаем. Но уже не так обильно. Просто, чтобы рука у нас скользила. Также пальцы мочью гнули. И все. Вот теперь мы дорабатываем нашу затирку. И что у нас там сфокусано. Теперь вот мы ее дорабатываем. То есть надрывы, где у нас заканчивается затирка и начинается плитка, там есть надрывы. И мы их вот сейчас сглаживаем. Следующий этап. Ну, наверное, пока рано. Давайте дальше пройдемся. Ну, то есть, короче, ладно. Сейчас я до конца сам пройдусь. Потом вернемся и опять отсюда начнем. Все, я вернулся. То есть у нас сейчас есть теплая вода. И куча углов. Теперь берем целлюлозную губку новую. Чуть-чуть мочим ее. Никаких растворителей, ничего не надо. Все, погнали. То есть и вот так вот намываем. Так же берем чуть-чуть пальчики, чтобы влажненькие были. Здесь можно взять. И смотрим. Все так же аккуратненько. Сейчас еще пальцы наночу. И все, мокрыми пальцами уже финишная доработка идет, пацаны. Все, то, что от губки пооставались на древу, это все мы убираем сейчас. Еще надо брызнуть, видите? Плохое скольжение. Ребята, если плохо скользит, лучше еще разбрызнете. Мыльным раствором, конечно же. И все, вот теперь можно разогнаться. Все, теперь мы можем чуть-чуть даже придавливать, разглаживать. Вот, то есть, вот что у нас получается. Еще видите, максимально близко камера показывает то, чего не видит глаз. Блядь, под таким микроскопом никто никогда не будет смотреть задирку. Тем не менее, вот что у нас получается. Вообще, а вот со стороны вообще просто, блядь, шедевр. Все, сейчас до конца дорабатываю. Она придет немножко в себя, покажу, что получилось. Ну вот, ребята, получается, мы и закончили. 8,5 метров она идет длиной у нас. То есть, она пока свежая, пальцами водить не хочу. Ну, и в целом, вот так вот все дело выглядит. Вот эта вот шляпа. Сейчас она будет подработать, не обратите внимания, конечно. Да, вот еще свет. То есть, на камеру прям отлично видно вообще. На глаз не видно. На камеру прям видно все. Но в целом, вот и все. Отлично. Сейчас еще 10 минут, еще походим вот так вот. Также здесь у нас получается затирка сделана. Вот так вот это все выглядит, смотрите. Прям огонь. Ну, то есть, вот. Ну, вот осталось еще эту колонну сделать сейчас. Можно идти домой. Итого, получается, здесь у нас почти 8. Здесь 8,5. Короче говоря, 16 метров здесь идет. Эту я уже не буду сегодня делать. И здесь у нас получается, ну, скажем, квадрата 3, наверное. Да, этого 19 квадратных метров. Я, получается, заберу по 5-6 тысяч тенге за затирку, за эпоксидную. Получаем, что 19 квадратных метров у нас выходит 95 тысяч тенге за день. Ну, и что? Ну, разве плохо? А если бы это была цементная затирка, да я не взял бы ни копейки за эту фигню. Ну, может, что-то взял бы чистосимовечество. Поэтому, ребят, работайте с эпоксидкой, учитесь, тренируйтесь. Ну, и все у вас будет хорошо. Будете зарабатывать. Сразу такие длинные и большие объемы не делайте, конечно. Делайте по 2-3 метра. Выдерживайте тайминги, тренируйтесь. То есть, все будет супер. Все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok